Давос 2020, ведущий лейтмотив Международного экономического форума, вопросы экологии. Давос это всегда интересные встречи и особенные собеседники. Непосредственно после встречи с американским президентом Дональдом Трампом не удалось спонтанно в русском доме Давос пригласить на экспресс-интервью одного из бизнесменов, жаркие дискуссии о котором не умолкали и на площадках форума. Хольгер Шубарт, президент Нейтрино Энерджи Групп утверждает, что создал источник получения чистой и безопасной энергии, источник постоянного тока от воздействия частиц невидимого спектра излучения. Мы находимся с Вами на форуме Давос 2020 в русском доме. Я говорю сегодня с президентом Нейтрино Энерджи Групп, сессия посвящена актуальным вопросам экологии, озабоченности изменениями климата. Что будет с климатом в следующем году, в следующем десятилетии, столетии? Для меня стало большим сюрпризом, что пять основных вопросов на форуме в Давосе посвящены вопросам экологии и изменениями климата. Сегодня утром мы слушали господина Трампа, который сказал несколько слов о возможностях новых технологий. Я абсолютно уверен, что в течение десятилетия, которое уже стартовало, мы получим новые экологически чистые возможности и новые технологии. Что ваша компания может сделать в этом направлении? Мы создали энергетические ячейки, которые работают подобно солнечным батареям, но способны генерировать энергию и в темное время суток. Вот почему мы не используем видимый спектр. Мы не используем свет. Мы используем невидимый спектр излучения. Существует много различных видов нейтрино, но мы используем не только различные виды нейтрино, но и другие излучения, исходящие от Солнца и окружающего космоса и так далее. Мы, конечно, мы ловим нейтрино, используем только небольшую часть от потока миллиардов нейтрино, пронизывающих каждую секунду разработанные нами материалы. Созданный нами нами материал содержит легированный кремний графен и обладает повышенными атомными вибрациями. Воздействие частиц невидимого спектра на такой материал приводит к резонансу атомных вибраций, вызывающей движение электронов. Движение электронов и есть электрический ток. Все очень просто. Это означает, что не будет загрязнений Са-2, что производимая вами энергия очень чистая энергия? Абсолютно нет никаких выбросов, потому что нам не нужна централизованная электрогенерация, мы получаем необходимую энергию непосредственно там, где она будет использоваться. Мы не планируем строить мощную электростанцию где-то в поле за пределами города, а будем концентрироваться на автономных источниках энергии для транспорта, источниках стопа для приборов, которые будут преобразовывать энергию на прямую в приборах. Я верю, что в будущем децентрализованная система электроснабжения будет строиться на размешивании источников энергии, таких как метринок МСА, внутри гаджетов, что будет означать, что эта система гаджета получает энергию, сохраняя ее в аккумуляторе. Интеллектуальное управление будет регулировать работу такого смартфона. Это замечательная идея, но ее нужно реализовать на рынке. Сначала нужно начинать с часов, смартфонов или даже электромобилей. Вы абсолютно правы. В лаборатории технологии работают, но мы не планируем все изготавлять сами. Нам кажется, что само производство очень важно для инновационной индустрии и для тех компаний, которые будут изготавливать источники энергии сами, так как в этом случае они будут соответствовать экологическим требованиям и смогут обеспечивать будущим работу своих устройств без подключения к электросети. Первый шаг – это маленький шаг. Следующий шаг – это электромобили. В наши планы входит использовать созданную нами разработку для зарядки электромобилей в будущем, используя карбоновый корпус электромобиля. Сейчас электромобили вынуждены останавливаться на трассах для подзарядки электричеством. Мы рассчитываем, что при помощи нашей разработки электромобили будут продолжать движение, без необходимости дополнительной подзарядки. Я хочу пожелать вашей компании вам наилучших пожеланий в работе. Я уверен в том, что технология, которую вы разрабатываете, сделает мир лучше, чище и мы будем жить в мире без войн. Спасибо большое. Я действительно не сомневаюсь, что наши технологии получат широкое распространение в мире, и это поможет избежать геополитических конфликтов, особенно таких, как в настоящее время в Сирии, Ираке, Иране. Причина в том, что там находится много природных ресурсов, но их запасы в мире ограничены. Но наши технологии позволят получить неограниченную энергию. Поэтому мы проводим просвещение людей, чтобы показать возможности технологий, и она дает реальные шансы на безопасное и лучшее будущее для детей и внуков. Большое спасибо за интервью.